Здравствуйте! Надеюсь, что у всех все в порядке, и все правильно воспринимают все беспорядки, которые сегодня творятся в мире, как они хотят. Но для нас это тоже не ново. Мы же знаем, что нужно жить с Парашата Шавуа. Так учил нас Алтар-Эбе, основоположник Хасидизма Хаббат. И продолжитель, главный продолжающий путь Балшемтова Великого. Я надеюсь, что мы сумеем все это обсудить сегодня каким-то образом. Так вот, так как Алтар-Эбе сказал, что нужно жить со временем, с Парашата Шавуа, А если человек не живет по времени, так что тогда? Какое влияние имеет Парашата Шавуа, когда человек живет или старается жить по какой-то другой структуре, не по структуре Парашата Шавуа? Так это Парашата Шавуа все равно сбывается. Не может быть, чтобы что-то происходило в мире не от Парашата Шавуа. Такого быть не может. Потому что Парашата Шавуа – это планы не только конструкции, а строения всего этого мира. До малейших деталей. Все берется из Торы. Как мы уже говорили, смотрел Всевышний в Тору. Это было написано в Зуаре, в Кабалек. Смотрел в Тору и, соответственно, выполнял в действии это. То есть, смотрел в Тору, как в план, как чертежи, которые лежат перед строителями, глядя на чертежи, он строил, выстраивал этот мир наш. Поэтому вся наша жизнь, все наше существование происходит таким образом, что мы питаемся божественной энергией, которая происходит именно от вот этого плана. Когда мы смотрим сегодня, мы знаем, что все, что происходит на земле, происходит наверху, то, что наверху связано с низом, одно отражает другое. Так мы должны учесть, что вот так же, как план, по которому работает строитель, работают инженеры, конструкторы, работают по чертежам, которые у них лежат. И на самом деле они после этого могут убрать эти чертежи, могут не пользоваться ими, после того, как построили дом или там построили автомобиль или самолет, если не надо потом это содержать и обслуживать, то они могут выбросить чертежи, планы и все. Но у нас в духовном смысле и в нашем мире это быть не может. В нашем мире вот так же, как там, вот в этой части, что вот эта часть пока она нужна, и она дает жизнь строительству. Человек не ложит сам ни пол, ни стены, ни потолок, ничего без плана. Смотрит на план, и это оснащает его жизненной энергией для вот этих построек. Вот так же мы продолжаем все время. Если на одну секунду этот план у нас исчезнет, то мы исчезнем моментально. Вот так это открыл нам наш великий учитель Балшемтов. А потом его последователь, Алтаребе, внес это совсем-совсем в близкую нам сферу. То есть он сделал это так, чтобы это было доступно разуму и логике. Простого человека, как мы. Так вот, мы должны каким-то образом жить в Паршата Шабуо, искать, что не то, что доступно, а что предназначено для нас, что мы можем из этого изъять, что мы можем внять оттуда, для того, чтобы привести это в нашу жизнь, чтобы она стала слажче, счастливее и красивее. Для этого нам нужно просто пытаться понять глубже, что там написано в Паршата Шабуо. В сегодняшнем Паршата Шабуо есть столько интересных, интересных вещей, что просто охватить их невозможно. Невозможно ни за один раз, ни за десять раз, ни за сто раз. Целую жизнь изучают в Танахе, Пятикнижье, и каждый раз находят что-то новое, еще новое, 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 новое. Бесконечно. Тора, она бесконечная. Тора бесконечная, так же, как Всевышний бесконечен, так же, как еврейский народ бесконечен. Парашат Ашавуа. у нас написано, как пришел потоп, затопил мир, все живое вымерло, и так далее. там есть очень интересные моменты. Мы вдруг можем обратить внимание, и надо обратить внимание, почему взяло так много времени у НОАХа построить этот ковчег. Без всего навсего это не была такая большая работа. И для этого не нужно было строить какие-то судостроительные большие заводы в портах. Строили все из дерева, мазали это смолой, все это было под рукой. Рабочая сила у него была сколько хочешь. Все равно это взяло больше столетия, больше, чем сто лет. Заранее запланировано было. Почему Всевышний сделал так? Потому что он все еще надеялся, что когда Абрам будет Эх, Абрам я говорю, Ноах будет это долго строить, люди проходят, видят, что он строит что-то какое-то непонятное, новое явление. Так они его спросят, а для чего ты это строишь? Что ты орудуешь тут? И он им объяснит. Вот это сооружение, что я делаю, это потому что мне стало известно от Всевышнего, что у нас будет потоп. И все человечество, и весь мир, и весь животный мир, и весь мир растений, все уйдет под воду. Для того, чтобы сохраниться, чтобы потом, после этого, чтобы осталось, чтобы мир вернулся к прежнему существованию, нужно спастись. Вот поэтому я строю. Всевышний рассчитывал на то, что несмотря на то, что у человека есть право выбора, все-таки у него имеются силы выбрать, избрать правильный путь. И, естественно, ему ближе правильный путь, чем неправильный. Несмотря на все зовы всяких элементов, которые идут от сердца и от левой стороны ее, как Алтареба объясняет это в Тане, что у человека есть две души. Одна душа божественная и она находится в правой стороне сердца. Вторая душа находится, животная душа находится в левой стороне сердца. И эта сторона, она развивает все, что связано с животными, желаниями человека. С природными желаниями, скажем. И больше того, основная часть вот этих желаний и стремлений человека, оно очень позитивное. Для этого Всевышний дал эту душу. в хасидизме объясняется, что духовность и материальность настолько далеки друг от друга, что не могло быть такое воссоединение без посредничества чего-то, что имеет часть от этого и часть от этого. то есть, если мы говорим духовность, руханиют, так мы говорим духовность, там нет никакого места материализму. Если мы говорим материализм, материальность, так нет места духовности. И тогда есть такая вещь, как хасидизм называет это руханиют, шебегашмиют. Третья совершенно отдельная категория сама по себе, которая состоит из этих двух. И в нее, через нее можно иметь общение. Вот это и есть животная душа. Она именно вот это. Руханиют, шебегашмиют. То есть духовность в материальном мире. В материальном. Речь идет о их сути. что дает эта суть? Суть дает то, что так, что у человека, пока эта душа в него не поселилась, он практически неживое существо. А когда эта душа поселяется в него, и попадает в кровь, прежде всего он оживает. За счет чего он оживает? Почему он становится живым? Потому что божественная душа вселилась в него, вот в эту душу. Она не может вселиться напрямик в человеческое сердце, или в мозге, или в кровь. Потому что она далека от этого. Она вселяется в эту душу, в животную. После как она вселилась в эту душу, они начинают работать до меры возможности вместе, согласованно. а потом, к сожалению, вот в эту природную душу натуральную, душу животных, как мы говорили, вселяются новые элементы, которых может они были запланированы, но они еще не ощущались, когда только она вошла оттуда. Она вошла оттуда, чтобы дать человеку жизнь, чтобы он чувствовал холод, чтобы он чувствовал голод, чтобы он чувствовал опасность, чтобы он опасался того и этого, чтобы он хотел жить и чтобы уметь сберечь себя. Все в смысле положительном, то, что все эмоциональные симптомы, которые нам известны. человек человек должен продолжать род. Это очень большое великое дело, поэтому это митва, большая митва. И без вот этой тяги было бы это невозможно, поэтому ему это дано именно вот в эту душу, вот в природную душу. а впоследствии то, что наросло на это, то, что наросло на самое нормальное, нужное стремление человеку, на самое благородное, можно сказать, надели новые облачения, совсем другие, и сказили это в полную меру, сколько только можно. И поэтому, когда Всевышний решил покарать мир за вот за все происходящее, так он все-таки не думал, что они настолько там погрязнут в этом, что их нельзя будет оторвать, что их надо будет утопить. Но он решил, ради испуга он это сделает, пусть предупредит их. Поэтому строили так долго этот ковчег. И даже после того, после того, как ковчег был построен, и после того, как там животные все, кому надо было зайти, зашли уже на корабль. И он начал отчаливать было. И пошли первые дожди. Эти дожди все еще шли как дожди благословения. Так написано в Медраши, что он и Раши это приводит, что он хотел благословить мир. Он хотел обрадовать мир тем, что сейчас пойдут дожди, и они дадут много-много приятных последствий, приятных плодов. Облудовят землю прежде всего. И есть уже люди, которые будут ее обрабатывать. И все пойдет хорошо, люди будут счастливы. Но после того, как это не случилось, он был вынужден и сделал то, что сделал. Зло все-таки в какой-то мере побеждает в определенных ситуациях. Когда Адам совершил свой первый грех, он и Хава, Ева на местном наречии, так его не убили и с него ничего не сняли. Все задания, которые на него были возложены, они остались по-прежнему. Только они должны были продолжаться в другой ситуации. Если раньше он был со своей женой, жили они в раю, и как мы знаем, они ходили нагии там, и не было никаких пиявок нехороших вокруг их нагостей, все было нормально. Они себе спокойно питались наилучшими плодами этого сада, а плоды не имеются в виду только растения, но все, все, чем человек питается, чем питаются его глаза, его разум, его физическая подготовка, его все. Был здоровый, счастливый человек. Ганетн, это был рай, там все было в райском саду. И тогда, когда он совершил этот грех, он и его супруга, так они не исчезли, они остались на арене, они остались на арене, и на них было возложено все будущее существование мира. Его продолжение. В другой, менее удобной для них ситуации, несравнимо. Для того, чтобы иметь сейчас детей, надо было быть беременной, надо было их рожать, надо было их потом воспитать, а потом нужно это все содержать, это уже переходит на мужа. На женщину положили, возложили все боли, все мучения, связанные с беременностью, вообще связанные с женским организмом, а на мужчину возложили как наказание, возложили на него то, что он должен заботиться о хлебе, о заработке, и в тяжелом поту будешь ты есть свой хлеб. И это вышли из рая, выгнали их, дали на них, возложили на них новое задание, и они пошли делать дальше. До сих пор это лежит на нас. И как мы это видим в нашей сегодняшней главе Торы происходит то же самое. Наказали человечество, вы вышли из ковчега, начинается новая жизнь, надо начать работать дальше. И прежде всего надо служить Богу. Без этого невозможно, наше существование не может быть. Оно механически прекращает работу. И как мы видим это, прежде всего он вышел и начал приносить жертвы. Заранее знал, какие жертвы надо будет, набрал столько животных, которые ему нужны были для этой цели. и когда он приносил жертву, для жертвы, мы уже говорили об этом, нужно не только животный мир, а нужны все четыре категории сотворенного Всевышним мира. А какие это? это домен неодушевленное цамеях, то, что растет, растительный мир, и хай, животный мир, а потом медабер и также человек. Медабер это говорящий. Вот эти четыре категории. И все это возлагалось на жертвенник. это была впоследствии служба в нашем храме. И путем этого все поднималось вверх. Опускался огонь сверху, забирал все это и превращался, что весь мир превращался в духовность и поднимался там, откуда он пришел, но выше на степень, на много степеней, чем это было раньше, чем он, чем когда он был в той форме, когда он сошел сюда заниматься этим. Корни всего этого начали подниматься назад, возвращаться в свою прошлую бытность, а это для них большое вознаграждение. Ну так одна из этих вещей, из этих элементов, что называется цамеях, что называется растение и частица растительного мира, что должно было вознести ее кверху, это было вино. Вино тоже приходит на там ложится на жертву и на жертву никто. Ну, когда началось такое дело, вино, они были до этого в страшной трагедии, которая тянулась целый год, были оторваны от всего мира и не знали, что будет завтра, их качало со всех сторон, потом утихало, они продолжали не знать, когда вышли уже, наступило свободно, то естественно, естественно, можно было выпить вино, нужно было выпить вино, не только как лечебное состояние, вино содержит в себе такое свойство, что оно вызывает у человека глубину, в Талмуде есть такое выражение «входит вино, выходит секрет, выходит тайна». А все-таки Ной был очень великим человеком, очень великим человеком он был. Он был, во-первых, отцом всего человечества, и он дал всему человечеству навыки, дал заветы, заветы, которые Тора подтвердила, и не то, что подтвердила, Тора диктовала Ноя тоже. И сегодня во всем мире те, кто хотят соблюдать человеческий образ, они должны подчиняться заветам Ноя. И прежде всего, до того, как была дана наша Тора нам на горе Синай, это произошло несколько тысяч лет после Ноя, мы должны были жить по указам законов, данных Ною. И так оно и происходило. Поэтому, когда Ной вышел, он решил знать, что происходит тайно, что здесь произошло. А это не кончается, это бесконечность. Каждый раз человек открывает что-то новое. Он хотел знать, что произошло. Такое громадное событие, что даже в их глазах это было неясным событием. Он решил понять, что это такое. И он решил постигнуть этой тайны в самом себе. Выпил, сказал Лхайм. Но так сказал Лхайм, что он как во всем есть перебор, у него тоже случился перебор. Вино было не смешанное, было хорошего качества. и он вот так валялся в своем шатре голый. Не скажу нагий, я скажу, что есть несколько версий, но ясно лишь одно, что он не был обязательно в положительной позе, когда его увидел его сын Хам. И потом хан себя очень небрежно, пренебрегательно повел себя с отцом, когда он его увидел в таком состоянии, оскорбительно повел, и пошел рассказал своим двум братьям. Одного звали Шейм, от кого происходят все семиты, мы происходим от Шейма, второго Ефет. Так этот хан позвал Ефета и Шейма, чтобы они увидели, как их отец валяется там. Тут есть интересная вещь. Вторая написана, что Шейм и Ефет не пошли вот так лицом к отцу. Они поняли от него, что отец лежит в таком состоянии, что лучше не видеть и неприлично видеть, некрасиво видеть. Это против человечества, против сущности человеческой совести. И они решили идти задом, спиной входили в шатер. Мало того, они шли задом и взяли с собой полотно и так, подойдя спиной, они накрыли его. в шатер. Интересно, почему Тора наша, где нет ни одной буковки лишней, вдруг так это детально рассказывает, это в самом пятикнижье написано. Вээрват авиэм лорау. И они не видели нагость их отца. Не видели. Кому это интересно знать, что важного лежит в этом поведении, что они не видели нагость отца. И тут заложено очень много. Нужно очень глубоко входить в это. Не каждый может входить одинаково. Мы поэтому полагаемся на больших мудрецов, как они входят. Во-первых, они входят правильнее нас, глубже нас. Наш любавический Рэбе, что он знал, как нужно в это входить. И он учил нас. И он взял из этого что-то очень-очень поучительное. Рэбе пишет, что такое вэрват авиэм ло гилу. Лорау. Они не видели нагость их отца. Наготу его. что кроется в этом? Чему это учит нас? Подошел, увидел, накрыл и ушел? Нет. Не бывает такого, чтобы ты взглядом своим ничего не сфотографировал себе душу, мозги. Глубоко-глубоко. Особенно глазами. Глаза поглощают человека. Задевают его душу настолько, что ничто другое не может. Больше, чем слух. слушать что-то. Но Ребе берет здесь и подготавливает нас, что, чему это учит, этот нюанс в сегодняшней главе. он говорит так. Во-первых, когда тебе сообщают о плохом совершенном кем-то, отверни свои глаза от самого греха. Отверни и иди спиной, иди так, чтобы только сосредоточиться на том, как исправить этот грех. Не вдавайся, как он совершился. Что нужно для того, чтобы исправиться? Для того, чтобы исправить ситуацию? Так они пошли прежде всего, взяли это полотно. Они были правильные люди. Никаких брат хам. И что потом произошло дальше? Написано там что подчеркивает, что они не видели нагрест своего отца? Подчеркивает то, что человеку рассказывают или он видит в новостях, что произошло что-то негативное с кем-то, у кого-то, кто-то совершил. Он не должен это видеть. у него перед глазами должно быть, что нужно сделать для того, чтобы исправить ситуацию? Это совсем-совсем другой подход. И вот так наш Рэбе смотрел на это и не только он, а все его предшественники. Ведь наша наука практически существует много сотен лет, а в глубине Торы, в глуби Торы она лежит, сколько лежит Тора? Это называется пневмеюта Тора. Хасидизм называется пневмеюта Тора. Внутренняя часть Торы. И, между прочим, вот это положение тоже есть намек об этом в сегодняшней главе Торы. Написано, что когда Ною был, исполнилось в сегодняшней главе написано 600 лет, начался потоп. 600 лет исполнилось Ною. Это когда у нас, по нашему лету исчислению, получается, у нас получается, что это находится на шестом веке шести тысячелетия. Шестого тысячелетия. Наш первый цикл мировоззания создан на шесть тысяч лет. Потом начинается совсем-совсем другая система. произошло, что открылись трубы с неба и полилась оттуда вода, начался этот мабул, этот потоп. Страшный вал воды из глуби земли вышел наверх, то есть, чтобы потопить все. Приходит Зоар. Зоар это книга Каббалы, которую написал Ражби, известный, известный Тана, известный ученый, талмудист. Очень великий человек был. И он написал книгу, которая называется Зоар. И вот в этом Зоаре идет интересное описание вот этих Шешмот Шана. Там написано так, когда Зоар останавливается на вот этих 600 лет Ноаху, открылись трубы с неба и открылись из земли родники страшные. Так он говорит, Зоар, что речь идет хохмот, то есть мудрости новые открылись. Что раньше они были в метрах земли и были где-то высоко в искон небесах. И сейчас это одновременно скрылось сверху и снизу. Что значит сверху? Сверху это открылись открылись большие тайны, заложенные в Тору. Большие секреты, которые были раньше недостижимы. Сейчас это открылось. и если мы будем может быть на следующем уроке я вам расскажу как это сходится с датами. А даты таковы, что Большемтов когда родился это получается как раз вот в этот период, а потом когда родился Алтер-Ребе, Алтер-Ребе это основоположник хасидизма Хаббат, Большемтову исполнилось тогда 47 лет и он начал говорить 48-й псалм в Тиле. Как это связано? Большемтов открыл общее понятие хасидизма. без науки, а просто представления. Естественно, это было обосновано на изучениях Тора и так далее, но не было такого, чтобы изучали это научно, а сразу принимали это без научной терминологии, без того, чтобы это пронзило мозг. Это в основном предназначалось для эмоций, для сердца. что Большемтов сказал, что он открыл нового, что даже самые простые евреи и самые простые люди, в них заложено очень много добра, очень много хорошего, а в то время, когда были очень грамотные люди, они с пренебрежением относились к людям простым, которые не были настолько грамотными, с большим пренебрежением. Даже были сонагоги, куда, если там, если в этой сонагоге молились почетные раввины, там не могли молиться простые евреи, скажем, извозчики или ремесленники, были отдельные сонагоги, они должны были себе строить, полный раздел был между развитыми и менее развитыми евреями в области изучения Туры. То есть подход был другой. Пришел Большемтов и он доказал, и вот к этому он толкал, вел все свое учение, что самые простые люди, в них может быть очень много чего нет в ученых. А в чем это сказывается? Какая разница, что много, мало, что это дает? Это дает существование мира, существование нашей жизни. Когда человек отдает себя, он держит на себе большую тяжесть, иначе все развалится. когда они, вот эти простые евреи, что не могли даже читать толком, не умели, они не учились нигде. И они после тяжелой работы проходили в субботу в синагогу, молились сколько могли, а потом после обеда они садились говорить Теилим, больше чем Теилим они не могли читать вообще ничего. Еле-еле с ошибки читали Теилим. наверху это делало очень большую радость. И вот эта радость давала Всевышнему желание продолжить жизнь, продолжить существование мира, пока не дойдет до конца своей цели, которую он поставил, когда создавал мир. И оттуда началась вот эта культура, которую мы знаем, что есть Фарбрэнген, и есть Лыхаим, и у евреев принято говорить Лыхаим, и есть песни, есть танцы. До этого там такого не было, там ходили ученые мужья с надутыми животами, и все. Грамотные. Естественно, были более духовные, были более такие, которым вложились вот правильные идеи, правильные мысли у них были еще до хасидизма, до как Большемтов это открыл. Но все равно такого, как сделал Большемтов не было ни у кого, никто так на это не смотрел, как Большемтов смотрел. Когда Большемтов начал говорить в 1948, он уже открыл свой хасидизм, это уже шло, заполняло уже больше и больше распространялось, родился Алтер-Эбе, а Алтер-Эбе должен был перевести это во внутренние органы человека, в его разум, в его состояние, когда он действует правильно, то, что он понимает, он переносит вниз, и так далее. И что тогда стало? Открылась еще одна эпоха в хасидизме, что называется хасидуд хаббат. Хаббат это хохма бина даат. Хохма это мудрость, бина это понимание, понятие, даат это познание. То есть не просто так что-то где-то абстрактно провернулось, где-то что-то зашевелилось, блеснуло, а именно глубоко-глубоко понять это. Это сделало хаббат. Поэтому то, что написано в Зоаре на сегодняшнюю главу Торы, что на 600-му году жизни Ноаха открылись большие трубы воды с небес, это не просто слова. Мудрость открылась. Две категории мудрости. Одна категория именно в Торе открылась, это Большемтовы Алтареба и Хазидут Хаббат. А вторая категория это те, которые это науки обычные открылись. Открылось то, что впоследствии будут противиться Торы, будут противиться науке Торы, будут противиться вот этой внутренней глубокой науке Хазидизма. Будут противиться этому. Так это идет, что человек, а за ним идет его плохое начало, как идет тень, как его отражение, оно не отходит от него, оно не прощается с ним так быстро. Поэтому всевышний в этом случае тоже то же самое, система работает та же. Если у тебя есть хорошие качества, ты получаешь негативные, чтобы переделать их, чтобы возвысить их, чтобы перебороть их и поднять их на нужный уровень. Мы же сегодня знаем, если мы немножко задумаемся, мы увидим, сколько людей сегодня изучают Тору, как следует. В Ишивах мы увидим, что настоящее изучение Тора, оно не очень распространилось, а что да, вот эти внешние науки, так они называются на языке, на языке хасидизма внешней науки. А сфера та хохма, вот эта сфера, которая называется хохма, что она оголилась на 600-ом году 6-го тысячелетия, оголилась сфера та хохма. Открылась, открылась, сфера та хохма, у нее есть внутренняя часть, как во всем, и наружная, внешняя. Поэтому куда бы вы ни пошли, вы увидите школы, университеты, и все, что есть сегодня, что образует человека. А те, кто придерживается Тора, сильно причем, их меньше намного, и не на каждом шагу они есть. И мы должны должны благодарить Господа Бога нашего за то, что мы удостоились вот этой чести быть причастными именно к этой категории людей, что мы изучаем Тору, и мы хотим познать именно как требуется от нас. поэтому мы стараемся, чтобы наших детей воспитали так, как воспитали тогда, когда от отцов к детям передавалось то, что должно передаваться. Я помню, как меня, будучи ребенком, мои родители скрывали от комиссии, что там проверяли, где кто, когда должен начать заниматься в школе. И моего брата, старшего покойного, ему было 10 лет, а мне было 7, когда через меня вышли на него тоже, он скрывался в 3 года, и мы оба пошли в первый класс. Ему было 10, мне было 7, в 57 году. А потом папа не хотел, чтобы мы ходили в субботу в школу, и короче, было очень интересно, как можно было от этого увернуться, продолжалась очень большая борьба, и многие евреи так поступали. Их было очень мало, но на них выехало все. Все еврейство, что освободилось там и вышло впоследствии, это благодаря вот этой небольшой группе евреев, которые сохранили свой дух. А до них были те, кто привел их до этого. откуда шли самые большие наши беды и гонения в смысле образования. От евреев, от нашей нации, начиная громкие вещи, что известно, что было во время Хануки, когда греки, древние греки хотели возложить на нас свои правила, а у них правила были только логика и физическая культура, больше ничего. То есть то, что у нас есть еще одна вещь, что это недостаточно в образовании, это высшее знание. У нас есть такая вещь, называется вера. И когда мы изучаем, выполняем Тору, как она есть, то мы укрепляем вот эту веру тоже, не то, что мы укрепляем наши знания, укрепляем веру. И эта вера развивается, крепнет в нас, становится могущественной. Поэтому можем стоять и устоять при всех этих обстоятельствах и условиях. Мы прошли очень много испытаний. мы прошли испытания средневековья, все гонения, гонения католической церкви, гонения инквизиции. И что они от нас хотели? Они хотели от нас, чтобы люди переходили в их веру. а у нас это самая страшная вещь. Называется вода зара. А вода зара это чужая служба. Служить иному Господу это самый большой грех в Туре. Поэтому когда греи сделали золотого цельца, Моисей поломал скрижали в уход обрыт. Но опять мы видим еще одно падение и все равно продолжаем дальше. Не отступаем, не уходим. Есть очень интересная вещь. Был у Медьяна, народа Медьян в свое время пророк, пророк, колдун, которого звали Билам. Его вызвали народы Медьяна, Муава, что вот евреи вышли из Египта, когда они вышли, и идут там должны выйти в Израиль, по дороге у них между ними и перед Израилем лежали вот эти государства, вот эти народы. Они страшно перепугались. Перед этим были все чудеса раскрытия моря, моря, которое раскрылось перед евреями. они пошли по суше, и все вот эти десять казней, что были в самом Египте, так это распространилось очень быстро, и они боялись, и они не обдумывая пошли, чтобы с евреями надо воевать. Нельзя их пропускать, а почему? Так они пошли к Беламу, к этому пророку их пришли, и говорят ему, послушай, вот такое, такое, находят сейчас евреи, они уже разбили свои лагеря возле нашей границы, они скоро хотят нас уничтожить. Белам им сказал, хорошо, я должен, я не могу без разрешения Бога идти на это. Там целые подробности, что это не несколько раз подряд было, и в конце Всевышний ему сказал, я тебе разрешаю идти только с тем, чтобы ты знал, что то, что я тебе вложу в твой рот, это ты будешь говорить, то, что я тебе не дам, ты говорить не будешь. Ну, Белам согласился. И что было дальше, поехали они, вернулись, и там им начали, и они стали просить Бога, чтобы он каким-то образом перешел на их сторону, чтобы евреи не могли победить. и Белам должен был их проклять, проклять. Его эти люди, медьяны, наняли для того, чтобы он проклял евреев, а его проклятия сбывались. А на этот раз он открыл рот, чтобы проклинать, и выходили самые большие благословения. Самые большие благословения. Коренные, которые сопровождают нас все эти годы, мы молимся этими благословениями, это благословения, которые должны были стать проклятиями Белам на нас. Этим мы живем. То есть мы повернули все. Перешло это в нашу сторону святости. Вот путем этой мудрости, которая у них открылась, есть два открытия, одно снизу, одно сверху. То, что сверху это Хасидут открылся, а снизу открылись вещи, которые должны действовать напротив Хасидута. Это Белам. Самые мощные там это то, что никогда не было столько евреев, которые по своей воле переходили в другие религии. В последнее время это очень распространено. Это все предусмотрено и все указано в Торе. Мы должны знать, что эти два открытия они очень важны. Наша мудрость положительная, а напротив идет вот это снизу. И вот эти две мудрости все время будут соревноваться. И мы должны естественно поддержать мудрость положительную. Хасидут. Вместе с тем мы должны знать, что все равно мы победим. Мы победим, это не может быть иначе. Всевышний поставил себе цель, и эта цель сбудется. И поэтому все проклятия Белама сбылись. Мы вернулись на свою землю. Вернулись на свою землю. Мы такие мизерные там, что нас никто не должен был видеть и слышать. И посмотрите, что делается. И чем дальше мы видим, что это все больше и больше распространяется. Так что, дорогие, не унывайте от того, что мы прошли советские игры, ничего плохого, кроме того, что мы закалились, нам это не сделало. Естественно, были жертвы. Но все равно нас это закалило, и мы устояли. так что желаю вам здоровой, здоровой зимы, и чтобы мы перешли все трудности, были всегда радовались, всегда были счастливы. И мы, я надеюсь, увидимся с вами совсем-совсем скоро. До свидания, дорогие. Редактор субтитров